Довольно много уезжает. Уезжает штучный товар. Один уехавший, приличный молекулярный биолог, стоит оставшегося здесь института. Уезжают конкурентоспособные, экспортные мозги. Поэтому многие уезжают. А кто уезжает, я вам легко могу сказать на примере моих знакомых. Тут мне, так сказать, фантазировать не надо. Вот девчонка, ей около 30. Кончила она в ГИК, снимала она фильмы. Режиссер-документалист. Она получала фиговую тучу всяких там премий. Правда, внутренних, но внутрироссийских фестивалях. Но нет у нее работы, и все. То есть единственное, что она может делать, это таскаться, снимать свадьбы корпоратива. Но она, как говорится, не для этого ее мама родила. И вот она отчаянно пытается отсюда выдраться. Это тоже трудно, потому что вот ей, например, не то чтобы на постоянку, но так намекали, предлагали. Сними нам. Бомжей, диссидентов. В общем, фильм «Рашка-какашка», «Путин фашист» и всякое такое. Может быть, кто-нибудь на это дело и клюнет. А может, и не клюнет. Ну, по крайней мере, попытка не пытка. Но ей заниматься этим блядством противно. Точно так же, как ей противно снимать сладкие уропатриотические клипы. Развеселую клюкву про расчудесную армию. Она приличный человек. Честный человек, по ее понятиям. То есть человек, который хочет снимать не то, что надо для пропаганды начальству, а то, что она реально вокруг себя видит. Это никому не нужно. Вот она сейчас отчаянно колотится. Пытается куда-то выбраться, что очень трудно уехать. Это, знаете, ах, я хочу уехать. Хотеть полезно. Кому-то нафиг нужно. Ну, вот пытается. И несколько, я знаю, таких историй. Очень трудно многим людям, реально очень трудно удержать бизнес. Даже не открыть, а удержать. А уж если лопается, новый создать. Ну, вот пытаются искать счастье за границей. Знаю я случаи, когда сюда возвращаются, кстати сказать, и такое бывает. Ну, правда, тот парень, который возвращается, он скорее пенсионер. Но он как-то хочет удержать пенсию и там, и тут. В общем, всякое бывает. Но то, что утечка мозгов абсолютно реально существует, это факт. И для того, чтобы вытекли из страны мозги, совершенно не надо, чтобы уехало 10, 20, 30 процентов научных работников, тем более выпускников институтов. Выпускник Дагестанского университета по кафедре экономики или по кафедре стоматологии никому не нужен ни там, ни здесь. А выпускник Мехмата МГУ все мое место найдет. Поэтому с точки зрения интересов страны отъезд одного выпускника Мехмата это гораздо большая потеря, чем отъезд всего выпуска 10 провинциальных университетов. Это факт. Так что утечка мозгов идет, кстати, не только из России. Она идет со страшным свистом из Китая, из Индии. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. А если у человека есть мозги, то он тем более ищет, где лучше. Причем лучше для научного работника, например. Это вовсе не то, где больше денег платят. Это, конечно, важно, но это не главное. Главное, где он может реализоваться. То есть, где он находит соответствующую интеллектуальную среду. И вообще, где у него ощущения осетрины первой свежести. Вот Принстон – это осетрина первой свежести. Там какой-нибудь Мюнхенский технический университет – это осетрина первой свежести. А уже Московский университет – это осетрина второй свежести. А там Орловский институт – это вообще не осетрина.